инструмент. Валик, острый ножик или лезвие, емкость для разведения клея, широкая обойная щетка. В чистой емкости тщательно разводится клей в пропорциях, указанных на упаковке. На заранее отмеренные и разложенные на бумаге листы обоев наносится толстым слоем клей по всей поверхности листа. Обои клеятся после обработки стены, зашпаклевать трещины и лунки, зачистить зашпаклеванные участки и так далее. Поэтому в старых домах имеет смысл вначале наклеить обычную бумагу, которая сгладит легкие неровности. После нанесения клея аккуратно сложите полотно и отложите в сторону на 5-10 минут, чтобы оно пропиталось. Следующие полотна подготавливают также, но не стоит промазывать сразу все полотна, начните с двух. Полотна могут быть наклеены внахлёст или встык, в зависимости от стены и от типа обоев. Обои начинают клеить от окна и сходятся у двери. При раскраивании рулона обоев следует учесть, что придется потратить до половины квадратного метра с каждого рулона на неровные участки, подгонку рисунков и обрезку лишней бумаги. Тщательно промажьте клеем стену по всей высоте. Обратите внимание, приклейки обоев внахлёст. В углах комнаты обои надо распределить так, чтобы край шириной 3 сантиметра заходил на другую стену. Если заходящий за угол край шире 10 сантиметров, то выступающую часть отрезают до 3 сантиметров, заворачивают на следующую стену и кладут на него новое полотно. В нашем случае мы клеим обои встык. При наклеивании первой полосы обоев очень важно проследить, чтобы она располагалась вертикально. Не следует выравнивать обои по косяку двери или углу комнаты. Эти ориентиры редко бывают строго вертикальными даже в домах качественной постройки. Аккуратно раскройте пропитанное полотно и с помощью обойной щетки, разглаживая, наклейте на стену, таким образом, чтобы запас полотна у потолка был равен 10-15 миллиметрам. Наклеивать начинайте сверху, если рисунок не требует подбор, и с середины, если рисунку требуется подбор. Сильно прижимая щетку, разгладьте всю наклеенную полосу обоев, удаляя при этом образовавшиеся складки и добиваясь хорошей склейки обоев со стеной. Движениями щетки от середины к краям и сверху вниз удаляют воздух из-под обоев, оттесняя его к краям полосы. В завершении разгладьте всю поверхность полосы сильными вертикальными движениями щетки. Острым ножом или лезвием отрезаем излишки обоев снизу. Чистой губкой удалите клей, оставшийся на полу. Места для будущих розеток и выключателей обрабатываются тем же острым ножом. Размечается место крепления розетки и ножом разрезаются обои крест-накрест. Каждый образовавшийся сегмент вырезается отдельно. После выреза разгладьте обои на месте розеток. Весь процесс наклеивания обоев сопровождается проверкой с помощью уровня, и пока полотно не приклеилось, его можно поправить или даже заменить. Где нужно аккуратно отрезать обои, как в нашем случае, нужно тупой стороной ножниц продавить край полотна и аккуратно отрезать острыми ножницами по линии сгиба. Обратите внимание, что багеты наклеиваются до наклейки обоев, а обои клеятся в стык к багету. Чтобы со временем обои не отошли в верхней части, еще раз проклеиваем место стыковки обоев и багета. Аккуратно подгоняем полотно под багет, чтобы стык был как можно меньше. Проводим такие же операции со следующим полотном. Очень аккуратно приклеиваем лист сначала в стык, затем разглаживая его в сторону. Прилегающие друг к другу края соседних полос стягивают вместе, пока они слегка не вспучатся. Поскольку при высыхании клея обои немного садятся, эти неровности должны сгладиться. Такое соединение наиболее аккуратное. Его применяют при оклеивании ровных участков стены. Важный совет. Время от времени смотрите на свою работу со стороны. И лучше издалека. Если находиться на расстоянии вытянутой руки, то легко просмотреть неточности. С большего расстояния ошибки бросаются в глаза, и их можно своевременно устранить. Края листа сверху и снизу обрабатываются, как в первом случае, изложенным выше. Очень тщательно разглаживаем полотно обойной щеткой во избежание появления складок и пузырей. Субтитры создавал DimaTorzok